Сегодня вполне допустимо прийти на работу, расстегнув на вороте рубашки пару пуговиц, в то время как всего лишь несколько десятилетий назад это считалось неприемлемым. Кроме того, ворот обязательно нужно было прикрыть с помощью галстука бабочки или шейного платка. Интересно отметить, что бабочки пришли к нам из военной истории. Первыми в 17 веке их стали носить хорватские наемники во время прусских войн, чтобы скреплять открывающиеся вороты своих рубашек. Их изящество было замечено представителями высшего сословия Франции. Что позволило галстуку бабочки стать лидером моды в 18-19 веках. Первые бабочки были по сути теми же шейными платками, просто завязаны они были особым способом. Их форма чуть позже эволюционировала в то, что уже больше напоминает современные галстуки бабочки. Помимо них популярны также предварительно завязанные галстуки бабочки. А в последние годы модные бабочки сделаны из дерева. Сейчас галстук бабочка это не только исключительный атрибут аристократии. Часто его можно увидеть на шее фокусника, крупье в казино или на судье на боксерском ринге. Для адвокатов Швейцарии и Франции бабочка элемент профессионального дресс-кода. Интересный факт. Логотип культового американского бренда Chevrolet, используемый с 1913 года, на самом деле галстук бабочка. В моей коллекции, между прочим, насчитывается более 30 бабочек. Поэтому небольшой совет. Правильно подобранная бабочка ни в коем случае не должна выходить за внешний край разреза глаз и превышать ширину воротника рубашки. Поздравляю с национальным днем галстука бабочки. Поздравляю с национальным днем галстук бабочка.